всем привет с вами кап корпорации автозвука в огнях обзоров на восьмиканальники на этом канале не было наверно лет пять почему да потому что в целом ситуация на рынке электроники связаны с автозвуком такова что компонентов акустических вроде бы как хватает даже если нет какой-то модели мы находим им замену так далее тому подобное то есть в целом бедствий не испытывает наверное ни один бренд с ассортиментом огромным по акустике а вот по усилителям это прям какая-то большая беда то есть у нас есть на рынке что-то бюджетное неплохое что мы выделяем у нас есть что-то понятно уже уровне там hi-fi high end премиум и все тому подобное и вот эта вот прослойка она в целом ничем не заполнена в основном все пользуются процессорными усилителями а мне вот очень вот важно вот ну придумать что-нибудь такое чтобы хоть какая-то альтернатива была тем же самым популярным восьмиканальным процессорным усилителем ну вот хоть что-то что-то интересное и восьмиканальники это очень редкое явление в принципе в звуке и в мире почему для меня не совсем ясно потому что многие люди хотят систему допустим трехполосный фронт плюс коаксиальный тыл либо хотят двухполосный фронт двухполосный тыл плюс если наш восьмиканальник мастится а здесь он мастится и все каналы можно замастить мы можем восьмиканальник превратить в шести канальник у нас будет два очень мощных канала на минбасы и останется два канала 4 точнее канала на из ч в ч то есть хотите трешку соберите хотите передумали сделайте на трешку два канала послабее если вам такая мощность на миду не нужно докиньте тыл то есть вроде как она получается вариабельное увидел я этот мизуэй в интернетах интересно стало что это такое вот попросил дали мне ребята на тест покупать жаба душила вдруг плохое корпус мне очень напоминает кикскуар 1000 д вот те из пельщики еще тех времен сразу его узнают очень похожие даже также по центру на светящийся логотип на этом сходство с тем моноблоком заканчивается что касается терминалов подключения давайте начнем с них здесь только силовые выведены в корпус усилителя остальное все у нас подключение осуществляется с помощью фишек то есть сами выходы усилителя вот на таких вот фишках соответственно каждой фишки по четыре канала входы у нас комбинированные мы с помощью переключателя переключатели здесь много мы сейчас о всех них поговорим с помощью этих переключателей мы можем менять вход высокоуровневый на вход низкоуровневый ну или линейный как вовсе называют то есть те самые межблочные кабели да в силу компактности данного решения и количество различных регулировок очевидно что в этот корпус уместить рца разъемы было невозможным поэтому сделали вот на таких фишках то есть хочешь тебе пожалуйста фишка под низкий вход хочешь тебе фишка под вход высокий здесь есть маленький кек на усилителе значит у нас где-то тут написано где-то тут написано eps error protection system ну здесь подразумевается да вещь которая будет обманывать ваши штатные системы усиления в случае если вы данное устройство подключаете не к звуковому процессору в котором свои есть обманки а напрямую есть до сих пор любители вот хочу вот вообще процессор мне не нужен неведомо зачем но не нужен вот хочу вот пусть напрямую магнитолу подключить в головное устройство бывают проблемки вот здесь есть вот это вот самое там error protection system мол обманем ваше головное устройство оно не заменит вмешательство не заметит так вот сделано это судя по всему по судя по вот этой вот косе это коса высокоуровневого входа в отличие от низкоуровневого вставляется в те же разъемы кнопкой переключается вот тут вот что-то оно такое спрятано я вижу там плату и вот по сути плата имитации сигнала она тоже вынесена из корпуса усилителя видимо с целью опять же экономия того самого места она спрятана здесь ничего там плохого решения в этом нет как бы она работает она нужно и она тут присутствует просто кек что вот плату вот так вот провода спрятали не в корпусе усилителя дальше что нам положили нам положили пред я его еще не открывал пакетик запакован запаян так что вместе давайте откроем посмотрим но мелочь но приятно согласитесь все равно если вы тем более устанавливаете не в студии где-то вам этот предохранитель нужно будет искать он тут красивый необычный и он аж на 125 ампер что как бы намекают что железка то может и по мощности может ли она по мощности мы сегодня с вами измерим и проверим также мы измерим качество выходного тракта что у него по звуку более того тут даже положили вот такой дистанционный регулятор уровня который позволит нам регулировать выходные каналы 78 соответственно о чем свидетельствует надписи на втором торце усилителя переходим к этому самому второму торцу рассмотрим его подробнее какие здесь есть функции понятно как уже ранее сказал низкие либо высокоуровневые входы переключатель этих режимов хотите такой хотите такой дальше есть кнопочки дублирования сигналов то есть допустим если мы подали сигнал на 1 2 канал мы можем задублировать его на канал 3 4 если мы подали сигнал на 5 6 канал мы можем задублировать он на 7 8 кроссоверы у нас сделаны пополам где 1 2 и 5 6 канал у нас имеет high pass на борту а 3 4 и 7 с восьмым каналом имеют band pass то есть тебе тут и high pass и low pass насыпали при этом вы можете выбрать отдельно high pass band pass или в полную полосу то есть регулятор full здесь есть это хорошо вот лишнюю обработку усилителя убираем если используя внешний звуковой процессор для того чтобы не наловить лишних фазовых искажений плюс у нас есть отдельная функция на 5 6 канал функция копирования настроек кроссовера 7 8 таким образом можем судить о том что у нас три пары каналов на band pass фильтрах и 1 2 1 2 канал у нас чисто на high pass в принципе тоже развита обращаю внимание что все каналы в нем мастятся они какие-то определенные это собственно говоря и привлекло то что мы имеем сейчас на старте еще не измерив этот усилий во-первых заявка по мощности ну я всегда вот сравниваю с helix ами все что у нас есть восьмиканале шестиканальники да понятно там много всего там есть где разогнаться и справедливости ради m6 то есть шестиканальной версии уме звуя мы померили она нам не зашла и обзор про нее снимать не будем а вот как она называется то не m6 6100 m6 это helix и 6100 шестиканальная версия уме звуя была нами измерена она нам не зашла обзор не решились не снимать версия же эйт 100 казалось бы как будто та же самая идеология все должно быть то же самое просто пару каналов добавили удивило она лучше причем лучше на порядок по нашему мнению чем шестерка да и восьмерок то очень мало восьмерок то восьмиканальных усилителей и так что мы имеем еще до измерения компактное не самое большое в сравнении с тем же самым helix объект если мы вот хотим сделать отсюда что-то опять же процессорно усилительное допускай из двух блоков не из одного гораздо больше мощности за что я не люблю ведь хотя большой поклонник helix ну мощности там как бы ну в натяжку и мостовых подключений там не предусмотрено а здесь это можно сделать плюс кпд высокий д-класс все это понятно опять же об этом я не вижу смысла в 2024 году даже разговаривать все это уже давным-давно заучили плюс ценник приемлемый добавить проц проц можно выбрать на вкус да понятно что что-то там за незавурядное аудиофильская сюда устанавливать просто никакой целесообразности нет ну что-то стандартное и массовое почему бы и нет мы получаем более бюджетное решение чем тоже самый пресловутый helix ведь но теперь самое интересное предлагаю приступить к измерениям мы измерим качество выходного трактор мы измерим мощность посмотрим если там заявка это очень важно потому что если тут реально 8 каналов если они реально могут давать нам мощность в 100 ватт то это хорошо для такого количества каналов потому что обычно многоканальные все эти решения они очень редко соответствуют свои заявки и пока что так что вот прям вот соответствовало в плане количество мощности искажений но из проциусе это были только helix и и резолюты остальное обычно сыпалось многоканальных усею у меня не было очень давно в восьмиканальных последний то вообще по мурал был патриот над совсем про другой история и поэтому как бы их и не доводилось особо видеть но я помню что когда в урале работал там были проблемы с сэмплами то есть все многоканально она очень быстро сыпалась по мощности и заявки свои не соответствовало поэтому здесь мы будем мерить не только качество звукового тракта но и мощность приступаем к измерениям поехали погнали программа дает условно словесную оценку циферки ну естественно сейчас посмотрим с вами графики в целом программа оценивает этот усилитель как хорошо поехали посмотрим что тут хорошо а что тут плохо видеть вот прям плохо это редкая оценка частотная характеристика здесь в целом все без криминала видим спад 20 килогерцам минус 1 мдб в принципе норм для дешечки из 50 герц плавный спад на пол децибелов самый низчастотного диапазона никакого криминала здесь нет собственный уровень шума вот этот вот всплеск на 50 это наводка на межблочных кабелях и и практически нереально победить на нее не обращаем внимание в остальном спектр у нас ровненький и шумы у этого усилителя но это просто мое почтение минус 140 децибел возможно какая-то там мулька стоит чтобы он переставал шуметь если нет сигнала я уж не знаю но это очень низкий очень низкий показатель один из самых низких что доводилось видеть динамический диапазон тоже все аккуратненько красивенько никаких вам там всплесков лишних ничего нет есть там в районе 40 килогерц палочка но на нее никакого смысла нет обращать внимание и вот дальше вот смотрим гармоники плюс шум и тут уже все начинается собственно говоря снизу все чистенько опять же вот вот всплеск на 50 он будет всегда напоминает это частота сети в которой мы все с вами живем который пользуется 50 герц в россии частота переменного тока в розетке у нас преобладает третья гармоника характерны соответственно транзисторный звук уровень минус 70 db не самый низкий уровень но и не самый высокий нужно еще определить порог слышимости но считается что вот если не придираться там все что ниже уровня в минус 60 это норм и мы это правило соблюдаем и дальше даже к минус 70 приближаемся дальше видим этот вот забор на уровне в минус 90 как бы до грязненько да не чисто да без претензий на какую-то там запредельную эскиз сферу в целом нормально интер модуляции здесь у нас и снизу есть проблемки и сверху есть проблемки но опять же обращаем внимание на уровень этих интер модуляции то есть у нас тут есть самого самовозбуждение назовем вот такой в районе 15 килогерц стандартная для большинства дэшек просто где-то больше где-то она поменьше здесь опять же находится на среднем уровне если просто опираться на измерение средний для процессорных усилителей уровень по верхам снизу чуть-чуть жирка но и далеко не самый жирный будет то есть не так уж сильно он и будет размазывать вам по взаимопроникновению у нас поругалась и рома не понравилось ей тоже говорит что не очень хорошее значение хотя фактически эти значения не превышает чего-то там предельно допустимого мы находимся под уровнем в минус 50 децибел на всем частотном диапазоне вплоть до 45 килогерц у нас все мерится и здесь нет никаких проблем это нормальный достаточно уровень и зависимость интер модуляции от частоты здесь тоже все красиво обращаем внимание на линейность графика насколько но все скачет и даже наверное необычно для д-класса с увеличением частоты у нас количество интер модуляции до их уровень он наоборот падает соответственно с этим графиком и после двадцатки на 5 плавно начинает расти но и не заходит за тот уровень который есть в диапазоне до 5 килогерц это у нас где-то минус 63 децибела то есть что мы имеем в сухом остатке усилитель звезд с неба не хватает но он вроде как на эту роль и не претендует учитывая его стоимость умноженную на количество каналов и главное мощность мы понимаем что перед нами интересное устройство которое в нормальных руках даст свой результат то есть плюсы много каналов плюсы реально очень мощный плюсы при такой мощности достаточно неплохой по звуковому тракту точно не самый плохой точно есть усилители хуже и даже не в этой цене у д-класса бывают вещи получше но меньше мощности бывают похуже но мощности больший это очередной некое какое-то такое знаете среднее положение на рынке которая предлагает нам компаниям из вы то есть ищущие что-то подобное многоканальная мощная могут пользоваться виде эти графики каких-то особых проблем со звуком этот усилитель не имеет и так что мы имеем сухом остатке во-первых восьмиканальников не так уж и много поэтому сравнивать особо не с чем сам по себе как девайс со своим целевым назначением то есть либо 8 каналов либо два канала мостами две пары каналов мостами и еще две пары каналов на из чего ч железка стоящая запас по мощности обеспечен и даже занижен не в пример в той же линейке другие усилители этому то есть разница значительная между ними не знаю так почему такое бывает на самом деле поэтому всегда нужно присматриваться не к линейке нет производителя какой-то конкретной модель вот тому яркий пример казалось бы вроде все одно и то же но именно восьмиканальник нам зашел его вам и показываем что еще по факту давайте поразмышляем ну в бюджетные системы с бюджетными процами почему с бюджетными потому что дорогой проц по качеству своему выходного своего всего каскада будет сильно дальше чем среднестатистический усилитель усилитель звезд неба не хватает но при этом мы помним что он находится еще в вменяемой ценовой категории и в моральном плане в том числе она восьмерка то есть не понадобится как обычно это шестиканальник плюс двухканальник либо два четырехканальника покупать что тоже удобно для определенного количества инсталляций и к нему большой дорогой проц как бы и не требуется потому что если ставить что-то серьезное как правило системы с отдельными процами требует уже более серьезных усилителей ибо зачем она тогда что-то серьезно здесь не требуется и вполне даже она схавает например даже есть такая идея хилион 4 и 8 пин дсп там еще и свои усилители есть но вот можно его использовать этот процесс он стоит там в районе 17 или 18 тысяч на момент съемки этого ролика мы получаем за условные 80 тысяч восьми канальную систему построена на звуковом процессоре где компоненты по качеству тракта друг другу в целом соответствуют и воля для тех кто не испытывает каких-то огромных претензий качества звука к чему-то вот такому там выдающегося вполне себе рабочая хорошая нормальная компактная железка и наверняка она найдет своего потребителя вот таким видео мы с вами решили поделиться и еще раз повторюсь долго я искал вот что-то вот такое что куда-то можно засунуть какую-то ценовую категорию потому что ниша автомобильных усилителей она на самом деле провально да у нас есть много в низком бюджете определенное количество бюджете высоком а посередине вот пропасть вообще в принципе ничего нет очень сложно найти что то стоящее вещь нормальная можем ставить можем тестить в результатах в измерениях себя показала нормально вполне себе да с вами был кап всем спасибо за внимание цены стоимость вы можете посмотреть по ссылке в описании всем пока